возвращаемся на вторую карту матча найпи и гамбит это epic лига второй дивизион команды примерно одного уровня играют в общем нам предыдущая карта это и показалось что несмотря на то что вроде как у ребят из гамбит все было в руках мы видели этого морфлинга ребята и могли дожать были перевороты потом и найпи много вели потом снова гамбита потом снова и найпи и потом снова гамбитом побили в 12000 золота купил себе орфинг рапиру он не на дисконнект ну что там какие-то ребята теорию строить что мне найти специально чтобы деньги как-то переспределились и ребята морфлинга то было достаточно денег там 5 900 у него было грубо говоря поэтому я не думаю что с таким преимуществом 13000 нужно было кому-то сконнектиться а не для того чтобы это морфлинг мог две минуты лишние по фармить эту рапиру купить и надо строить эти теории безумные чит конечно прикольно но я думаю что там просто произошел этот классический баг который происходит раз на то игр некоторых игроков точно я уже вижу этот третий раз и был конфликт в америке серьезно когда один из игроков дисконнектнулся на пятой минуте потом строили теорию что он дисконнектнулся специально он там крипа не добил решил переиграть и так далее я помню были ситуации когда шедуфин прокачивал мне некромастер или наоборот некромастер или пассивку на минус броню и прям делали ремейк полный в общем разные ситуации бывают здесь я думаю никаких не надо теорий ведь эту а и выйдет договоры можете иллюминать и по спаме там чате максимум для того а вторая карта force алекс на связи и у нас снова омни night а ты на пи уже в общем-то неплохой драфт магнус феникс под магнус тут что какой-то тролль да можно найти джиггер наут ну короче всех не забанить вот что я хочу сказать тех не забанить банишь фантомку банишь антимага банишь войда но все равно там кто-то останется антон когда это наилучший герой примере в последнее время мы пару фантомку магнуса видим джиггер наут можно хоть сейчас пикать не обломаешься мне интересно кого вообще подобника захотят гамбиты взять в этот раз потому что морфа то забанили под морфа омник это такой приемлемый хороший герой есть еще наверное сларк теоретически хороший персонаж по дом не на это но вот какова будет вероятность что это линия хорошо отстоит ну там не имеют с ларком не на и против какой-нибудь пары хардеров хороший там типа от марс феникс ладно марса вами допустим бестмастер феникс и там контендер лорд феникс насколько да даже против того же самого магнуса феникса непонятно хотя против магнуса наверно кстати хорошо стоит ладно посмотрим там дополнительное время у нас почти все потратили обе команды появляется инвокер учитывая что видно пик шторм спирита вполне наверное адекватное решение то есть ты понимаешь уже что против тебя не встанет темпларка что против тебя не встанет какой-нибудь еще сильный персонаж который инвокера прям очень там за дк например какой-нибудь да вот что-то про дк у нас все забыли вот джиггернаута в итоге воруют гамбиты ладно окей но и сами могут сларка взять вообще без права тролли могут взять да реально тролли очень хорошо вот пока ну как бы у не у непов реально все норма пока они и свой драфт спокойненько доделают здесь на ласт пик оставят пятерочку может быть вот магнуса можно уже наверное с фениксом на линию отправлять либо четверку сейчас добрать для эры под магнуса какую-то рэнжовую хорошую есть хорошие рэнжовые четверки против линии джиггернаута мне на это опа а мне не нравился троллей то честно я просто вижу он не на это мне не нравится но он не на это мол пуржит инвокер все это все да круто звучит но на деле но на деле омника можно просто сделать пост 3 и тогда этого уже будет недостаточно если у омника будет не только глимер и голый тапок на сороковой минуте а если у него будет будут там гривзы solar знаешь вот что такое то ты можешь там и торнадо кинуть спуржить но все равно омник очень много импакта даст даже без этого вот ну либо на пост 3 сейчас ой блин для дарксиров лишняя игра вот я клянусь дайте мне дарксиры я просто вот я бы всолил вот серьезно на ласт пик дарксири вот эту игру против террор блейда сказка и на линии сказка и по игре тоже ставишь стенку все вся иллюзия просто всех убьет вообще вообще всех и с этим сложно что-то делать но конечно же этого делать не будут гамбиты скорее всего сейчас дарксир очень непопулярный герой и тут надо вспоминать сигнатурки мелиса сигнатурки мелиса это марс тимбер бэтрайдер о бэтрайдера значит баня все логично баня бэтрайдера а если баним бэтрайдера то то еще остается пангольер мелис на пангольере много играет ну и больше мне в голову ничего не приходит ну а из классических вариантов underlord разве что нормально underlord норм будет или добирать пятерку какую-то по джаггера тут уже как гамбиты сами захотят лич какой-то хорошо смотрит если мы грим про пить грим строк идеальный был бы пик если бы гамбиты захотели бы взять пост 5 во-первых с джаггернаутом хорошо сочетается потенциальная покупка аганима это то что может сделать грим строка очень-очень опасным героем здесь ну и плюс там двойной вортекс двойной телекинез там рубик может своровать что-то тоже можно скинуть в конце циммер очка появляется у nip а четверка то феникс или макуфеникс да я думаю что феникс или походи или все-таки не ну вообще может быть и феникс и цемка цемка сильная четверка как бы цемка от рофлы рофлами но не слушайте людей которые вам говорят что цемка это слабый лайнер цемка это пипец какой сильный лайнер и сила ее в том что она дает очень много маны это вот потом по игре она уже такая не очень сильная но лайнер это очень очень жесткий при условии что ты конечно берешь себе на линию герою которая которая активность пылы памят но вот здесь цемка будет играть террор блэйдом т 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 Но они просто по игре потом намного полезнее будут. А Цемка, она тут на линии конкретно Террор Блейду ничего не дает. Она дает Магнусу, она дает нормально Инвокеру. Помощи имеется в виду, конечно же. Ну а Террор Блейду Фениксу им просто приятнее. Как бы что-то дополнительное ауру Ман и Регена там есть. Это, конечно, хорошо. Ладно, посмотрим. Сент Кинг неплохой пик от Гамбит. Я ожидал чего-то другого. Если честно, думал, какого-то Андерлорда захотят. Все-таки пикнуть. Посмотрим, чем закончится эта у нас серия 2.0 для Гамбита. Или все-таки будет третья решающая. А что, нам надо посмотреть, Форс? Как думаешь? Я думаю, что было бы неплохо посмотреть коэффициенты от наших партнеров. Давайте посмотрим 2.11 Гамбита на IP 1.68 на вторую карту. Что-то как-то странно. На прошлой карте было 1.95, 1.85 или что-то типа того. Да, то есть в IP вера прибавилась как будто. Да, после прошлой игры. При условии, что они проиграли четверым игрокам. Да хватит уже. Даже. У меня, кстати, в Твиттере там один из зрителей написал, что чат считает, что этот лив Омника был намеренным, чтобы морфу хватило на рапиву. Но я не знаю, как это в Кэптензмоде работает тема, когда ты типа ливаешь, там типа все деньги снимают или не снимают. Но я кликал на Омника, и когда он уже типа ливнул, у него было две с половиной тысячи нетворса. Просто этот нетворс не прибавлялся. Я боюсь, что Форс показывает, и это моя теория, когда в игре я был кликал, показывала деньги Марса почему-то. Как будто Марс кликал на Омника, как будто она считала так. То есть у Марса деньги шли, я кликал на Омника, и мне показала та же сумма, которая именно у Марса. Значит, как будто Марс берет под контроль героя, и он показывает нам дота, поэтому... Но я уже говорил на стадии трафта, что это бредовые теории у морфлинга. Ну подождали бы две минуты, дофармил бы морф все рапиру. Да нет, в том-то и дело, что они хотели максимально быстро напасть, знаешь, чтобы... Ну, когда ты играешь 4х5, тебе хочется максимально быстро победить. Вот, и логично было бы напасть сразу. Ну, там зрители вроде сказали, что в твиттере, что морфу и так хватало на рапиру. То есть с ливом Омника, без лива Омника. То есть у него и так все было в порядке. Но ситуация забавная. Так, а тут что, какие-то... Нет, ничего, никаких свапов линий нет. Сенткинг без Сентрей. Кто у Сенткинга за закуп? Он у нас Брейсер стики берет. Там потом посмотрим мид. У нас Инвокер против Шторма. Для Лариново Шторм Спирит вроде как... Не знаю, у него он почему-то бронзового уровня. На нем, типа, мало играл. По-моему, на Эмбере у него золотой был. Ну, ладно. Пусть так. Пусть так. В бот телепортируется Омник. И линия Джаггернаут Омник на ваших экранах, друзья. Ничего интересного здесь я не ожидаю. Джаггернаут будут фармить. Магнус-то, в целом, тоже будут фармить. Феникс-то время от времени будет фармить. Все будут фармить, короче. Омни на это все равно, на это спам. Джаггернаут, в общем-то, тоже на все равно. О, криты, кстати, дурачей берет. Начинают сразу пить Сайберлайта. Куррификейшн. Прикольно. Вообще прикольно, да. Я не знаю, насколько это эффективно. Прикольно-то, я не знаю, насколько это выражает. Хороший или плохой показатель на линии. По которому прикольно. Но сколько он, два крита выписал ему? Нормально. Если ты нажимаешь Блейк Фьюри, ты линию очень сильно пушишь. Может, в этом идея. Так, Амелис нам нужно... Там подкоп-то будет, но куда он копать-то собирается? Ну, вообще он может выкопаться. Ну, хорошо. Проражать классику и ТП на Тир-1. Там, да. Прячется подальше. Раскайтили мету Тир-1 Блейда. Она у него кончается. Рубик там экспу с крипов получил. То есть... Никуда не попало. То есть, короче, гамбиты не ушли особо в минус этого момента. Во, вот что круто. И правда. Карта с инкинг не фармит, ничего страшного. Он даже не ТП не нажимает, он возвращается на линию быстро. Он свое заберет на этой линии, я уверен. То, что он не фармит конкретно сейчас, там крипов не добил. Он возьмет пассивку, возьмет там, может, песок и просто зароется в эти пески и будет качаться. А вот Тир-1 Блейду ему как раз важно выиграть время, чтобы взять маски, чтобы взять хотя бы пятый уровень и после вот этого вот всего дела в лесу идти нормально качаться. А, эту линию Ларинов уже чуть-чуть получше стоит. Я вспоминаю первые 3-4 минуты прошлого матчапа на этой карте. И там Ларинов на Эмбер Спирите, он, наверное, где-то 4-5 крипов проигрывал вражескому мидеру, что, ну, довольно много. Вот здесь пока у него все в порядке. Еще подхарашивает так инвокера как следует, но там уже второй квас и... В общем, харасить тут особо смысла нет этого инвокера. Ну, это, конечно, нужно делать, потому что инвокер на фулл-хп, он начнет борзеть и начнет сам на себя нападать, если ты его харасить не будешь. Но захарасить его до такой степени, чтобы там заставить на базу идти, я думаю, что у Ларинов не выйдет. Уж очень большой хп-реген. Еще танк дополнительный я привез. Тут самое главное — концентрироваться на ласт-хите. Можешь харасить-харась, но добивай крипов при этом. Если ты харасишь и крипов не добиваешь, это плохо. Зато шторм умер, употребляет слоу-граун, но еще рейнджа ударясь и добить. Ну, да, пока покрепстоту мы. Мы, конечно, к этой линии вернемся попозже и сейчас делать самооценки, кто хочет, оформил глуп. Понятно. Снизу, там постоянный контакт идут, но я не вижу там ФБ. То есть, герой, живучий из киберу одного. Будет второй просто. Блудфюринг, а вот на топе, я думаю, что она с ФБ крайне высок. Какой контакт идёт постоянный? Два контроля уже у гамбитов есть. Рубика, фейтболт уровня 2. Я бы даже сделал ставку, что если погибли, то скорее всего, цену. Ну, тут какой-то ганг на месте. Шторм остается без маны. Приходит феникс, тайминги не совсем понятны. То есть, именно для того, чтобы ФБ сделать фраг, а не просто прийти там руну законтролить, который еще не может быть. Заставляю эту тишторму на базу, но нет, тут боттл приехал. А пока. Я пока тут поживу, но и, похоже, моя ставка доиграет. Миша еле живой. Толцендик решил, что без брус-трайка не охота идти до конца. Заставляет ТБ нажать форму. ТБ понимает, что надо идти в парке с под тавером. Подкоп. Рубик с фейтболтом. Удар фейтболт. ФБ на Миша. Был тут какой-то телепорт или мне показалось, но не было уже, не важно. Нет, никого здесь не было, никто не летел. Просто это ФБ. Подкоп очень близко. Это был бы фраг. Там подкоп второй и фейтбол второй откатился, а в итоге, посмотрите, как больно Мелису. Мелис. Стоит просто медленнее. Да нет, он даже быстрее просто не дотягивается. Нет, Террор Блейд в новом патче, когда ему метаморфозы перестало ему в спид резать, это вообще просто машина. Он так носится, непривычно даже до сих пор. За счет пассивочки Сэнкин как проталкивать линию будет. Хорошо, фейтболт, крепочки добиваются. Но надо сказать то, что Террор Блейд накачается нормально. Я вот просто думаю, насколько реально большой смысл брать Магнуса в сочетании с Террор Блейдом. То есть, как бы да, ты ТБ бафаешь, он быстрее фармит в какой-то степени. Но... Учитывая наличие других вариантов, а мы там их перечисляли. Там и Сларк, и тролль какой-то самый простой и понятный. Там понятно, что ГА тоже на это очень сильно мешает, но варианты были. Но взяли Террор Блейда, видимо, просто было удобно играть. Мне кажется, Сларк был вообще прям идеальным вариантом, если честно. Про Сларка вообще все забыли, но... Ой-ой-ой, Эйна тут забрал руны. Умрет, конечно. Но, слушай, а вообще, может еще и побегает. Чем большего времени будут выигрывать, тем лучше, но Торнадо. И... Мешком больно. Да, забавно она сработала. С Левенли Грейсом так быстро опустился. Умник подфармливаются стаки. Мелису надо срочно добрать себе... А куда он телепортируется? Че он делает? Так, прям попытался выпалить, сразу ТП нажал. Было вообще опасно довольно. Иллюзия бы, если бы дала, по-моему, там 2-3 удара, он бы реально мог умереть даже. Шестая минута. У Шторм Спирита полный ботл. Он пытается сейчас потратить ману, чтобы был профит от подбора руны побольше. Так, и че у нас там? Феникс стакает иншей, да? Чтоб Террорблейд потом все это профармил. Террорблейд от Эмпауэра получает довольно много урона, потому что у него белый урон за счет метаморфозы возрастает. А Эмпауэр, он как раз бафает именно белый урон. Основной, который приходит за счет прироста статов, который базовый. Ну и за счет некоторых способностей, таких, например, как метаморфозы. Не знаю, есть ли вообще еще способности в игре, которые так белый урон увеличивают. И Тинни, наверное, Гроу, да? Тоже, наверное, можно сказать способность, которая... Ну, конечно, урон увеличивает. Ну, может, там еще что-то есть, про что так сразу не вспомнишь. Ну вот, с такими героями Эмпауэр тоже неплохо работает. Определенным образом. Но с какими-то вот, именно, знаешь, врывающимися персонажами, которые сплэш получают. Эмпауэр, это же не только урон. Эмпауэр, это еще и сплэш, а террорбейд сплэша он не получит, потому что в рейнджовой форме он не может бить сплэша. Шторм приходит в год. Вот, гангает Магнуса здесь. И помогает еще своим пацанам тут пропармить стаки. И пацаны никуда уходить не будут. Тут только оригены. Хельнувард, пурификейшн, что он говорит, оппа, иди сюда. Эра. Эра... Ну, не может быть, поживет. Не-е-е-ет, не поживет. В термал урона многовато. Пришел Сайберлайт. Ничего здесь не сделает. Масков Мэднес, это и сжает Джиггернауту. Очень удобно. Надо будет покупать бабочку и сатаник. Здесь то и другое будет очень хорошо смотреться. Мега-быстрый Масков Мэднес прямо, дурачо. Знаешь, обычно такие билды ты видишь, когда ты планируешь максимально быстро в лесу идти. Вот прям максимально быстро. Чтоб вот... Топармить этот Масков Мэднес вообще не видеть больше никогда своего саппорта пятерку на этой линии. Вот идти эншентов качать. Но тут вроде как все в порядке. Мы и на Свене видели такую же прокачку. Помнишь, тоже покупает самому, не всегда ты уходишь в лес. Ты можешь даже на линии оставаться и пытаться еще агрессировать. Тем более с таким фастболом... Дурачо, скорее всего, так не делай. Слэш, можно сейчас реально тушить того же Магнуса. Может быть, сейчас ты собираешь в притере. Может быть, может быть, может быть, ты прав. Сейчас посмотрим. Может быть, что-то подобное здесь и получится. Конечно, без какого-то врейсбенда и тапка урона будет не так много, но под мовом там скорость атаки настолько сильно возрастает. Вот сейчас вот пока он один. Нет? Неохота? Нет. Там 1500 хп с другой стороны форс, не знаю. А, нет, слушай, да, 1500 хп там точно не прибивает. Да, он 100 раз не прибивает. Инвокера, тут надо детекшн, детекшна нет. Неоднозначен. Гернаута байтит Блэдфюри ТП нажимать, похоже, да, выгоняет. Ну, лучше дает, наверное. По-хорошему, может, мы реально отсюда уже уйти, фармить куда-то, что он здесь стоит, без дела. Но он ждет либо Шторма, либо СК. Сейчас пацаны решают. Ну, пацаны решили, что они ТП в стопы или нет. СК порталится. Окей. СК порталится. Так, 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 так. Блэйдфюри под копчик пошел. Торнадо ЕМП. И убить никого здесь не получится. С никого мне слышь можно. РП под 2 ЕМ. РП подать, Джаггернаута убить не получится. Пошел ломный слэш Сайберлайта. Ну, только в одного Сайберлайта. Шторм на всю ману полетел. Не попадает ультимейтом Бейнвокеру. Ну, тут хватает контроля. Тут есть сентри. И это минус 2 Кора. Сюда перетягивается при этом все. Не то, что там Террор Блейд остался фармить. Нет, он тоже сюда перетянулся. Но из плюсов он сейчас идет стаки делать. И будет фармить Сеншентов. Ну что? Мув на тоненького получается. Ну, Джаггернаут очень грамотно сделал. Ты же видел, да? Он бил Магнуса. После стана он отошел. Понимаешь, что если он сейчас получит РП, он даже в шарике в своем Блэдфюре умрет. Поэтому грамотно. Опа! Террор Блейда убивают. А Сандра? ТД. Там ДД. Сразу становится понятно, что здесь есть какой-то вижен. Пытаются цепануть шторма. Но тут помощь от Эйны. А умник-то... Хотя бы стаки сохраняет форс, я тебе так скажу. То есть, если сюда бы гамбит еще пришли, эти стаки бы тут все подобрали, тогда да, это была прям вообще беда. А то хотя бы, ну, Террор Блейд там через пару минут вернется, все это будет... Хотя как ему фармить тоже, да? Да, да, да. Вот только что в твиттере еще там написали, что в лобби не работает вот эта вот тема с распределением золота от детканувшегося игрока. Ну все, тогда да, не, не какие-то... Так что вопрос закрыт. Не надо сказать. Так. Травела у Санкинга, кстати. Травела. Не то чтобы сейчас наблюдается. Кинг и Травела с грозил дом. Путешественник. Зато теперь толкать линии вообще хуй, кайфу. Ботинки путешествия. Он реально быстро. Он с брошкой будет, смотри. Там МС сейчас просто будет чудовищный. А у него нет еще каких-то талантов на МС на 10-м маленьком? Кинг и... Плюс 20 эпицентр дамэдж пер пульс у него есть. А так у него сколько? 110 будет 130. Че-то такой не очень большой баф. Он под Вейлом, наверное, нормально смотрится. Плюс 20, 6 пульс, плюс 20 ров. Тут на 25-м левеле, конечно, самый главный талант, когда появится. Там Травлайд вообще нечего делать, потому что КБ классно талант, а очень сильный. Такое неочевидно. Вроде песочек и песочек, а ты не попадаешь. Ты просто реально очень нечасто ловишь себя на мысли, что ты стоишь в песках и как бы умираешь. Вот от этого. Раньше же пески, они были не такие страшные. Когда вообще талантов не было, пески, они всегда были таким именно эскейп способностью. Такой. Для СК. Вот я вот, ну, если вы вспомните доту, там, 13-го, там, 14-го годов, то СК, он ценился в первую очередь за счет комбинации блин-кэпицентр-подков. И никак иначе. И в миде цепляют здесь через торнадо. РПшечка пошла, но только в Рубика. Ну, надо отсюда уходить. Ну, мы видели, что изначально было. Санкинг пытался этот типи-центр, который сбили. Там все могло быть чуть иначе. Но в итоге размер все равно выгодный. Погибает Магнус в позиции 3 в размен на Рубика. В позиции 4 я вижу Нетворса, они неутешительные. Джаггернаут еще и БФ пытается купить, то есть не очень быстрый. Но, учитывая ход фарма, он там купит его на минуты 2, может быть, позже, и дефолтного Battle Fury без бомба вообще. Потому что фармбится пока просто шикарно. Нетворса, взглянем от паримача. Гамбит 1.22, на NIP почти 4. Хотя мы помним, что было до драфтов. NIP чуть не фавориты мне оказались в этой карте. Но тут ладно, конечно, у Гамбита все складываются просто идеально. По трем линиям. Мы помним и на топе, как получалось. ТМ-ка вот тяжело и было быть полезным для Террор Блейды. На ЦМ-ку постоянно атаки выходили. И Террор Блейд с этой метой. Боители нажимать ее и не фармить вообще ничего. Ничего, не все потеряно. NIP пытается сейчас пушить, Синкин в песках. Есть у него подкоп. Джаггернаут, он не слышим, шторм, весь телепорта. Наверное, не буду защищать. Там падает башня. Террор Блейд еще подал акрити. Ну, мощно, мощно это смотрится. И не забываем то, что меня вот в драфте особенно напугало. Это ГАА, который будет в момент, когда ТБ будут бить. А у меня это уже сучу на этом. Как будет драко, против по какому сценарию я пока не догадываюсь. Ну, категоричность, наверное, и узнаем. Пытается Миша убить. Миша нажимает. Тиммейт рубик его ворует неплохо. Пошел он и слэш, он и слэш по самому Чарли. Чарли Сандер имеется. Ждет момента. Надо нажимать. И еще. Ну, что ж ты? Да, ну, сейчас... Чего ж не нажал-то Сандер сразу? Что ж он ждал-то? Чего боялся? Феник взрывается? Хорошо. Яйцо взорвалось, но... По-моему, тут ничего хорошего в итоге не будет, потому что все умрут. Инвокер прячется в невидимости. Феникс остается без способности. Только один Сандер, и это минус 4. В общем-то, нажал бы ТБ Сандер, все равно драка была бы неудачной. Проиграна, скорее всего, да. И топ-3 Нетворса сейчас за командой Гамбит. Они доминируют на карте. Шторм продолжает летать, находит Инвокера. Не он умирает. Ребята, ну вас же 4, наверное, минуты назад только что пришли и Террар Блейда здесь убили. А, они даже этот вард не нашли, да? Такое ощущение, что даже и не искали. Они поискали на дефолтной горе. Ничего здесь не нашли. А, ну хотя ничего, нет, стоп. Этот вард уже 500 лет здесь стоит. Да. Удивительно. Удивительно, как этот опс простоял на, казалось бы, такой дефолтнейшей точке треугольника. Стаки так и не профармили. А, ну хотя тут ладно, что-то профармили. Что-то профармили по минимуму. Так что кэмп нейтральные забрали. Энши-то какие-то остались. Джиггернал почти с боевым. Сейчас просто ИСКА купит себе даггер. И вот эта вот комбинация даггер Сенткинга плюс подкоп плюс Шторм Спирит влетающий. И на пик-оффе вы вообще любого убиваете. То есть там ни Террар Блейк, ни Инвокер никто себя в безопасности чувствовать не сможет. Ситуация начинает приобретать катастрофический характер для команды NIP. Они взяли этого Магнуса. Как бы Террар Блейд, он, ну повторюсь, как бы качается быстро, но с плэша не получает. Террар Блейд это не самый хороший пик под Магнусом. Но мы пока смотрим. Следующий объектив, за который могут Гамбит попытаться пофорсить драку, это Рошана. Они под Хилингвардом Рошана смогут убить достаточно быстро. Ну ладно, не достаточно быстро, но... Короче, смогут. Вот пока там у Магнуса нет еще даггера. Можут немного подкачаться и подфорсить какую-то драку на Рошане. Есть небольшая опасность, что Магнус как-то сможет на Скивере дать РП. Ну и плюс Супернова, сам знаешь. Как бы ничего приятного из этого не будет. Вот, но получить плюс голду, плюс экспой, а Егис для какого-то Шторм Спирита, это прям совсем классно. Вчера слышал такой комментарий от наших коллег со студии, что АЕГИС на 13-й и на 14-й минуте, он типа не особо полезен. Ну блин, кому как. А если, например, вот Шторм заберет сейчас АЕГИС, что ему, он не сильно полезен? Он прыгнет куда-то, не пойми куда, и всех поубивает. Вы его убьете, а он заспавнится. И у него фулл мана, фулл хп. Или там темпларка какая-то, блинк плюс дизоль. Она же просто прыгнет, саппортов убьет. Пожертвует этим АЕГИСом, а потом уже драка будет 3х5. Не, я не согласен. Рошан на ранней минуте, он наоборот. Вот эти вот деньги, которые ты получаешь за Рошана, они же больше импакта дают, чем деньги, которые ты позже получаешь за первых Рошанов. Одно дело убить Рошана на 10-й, сколько ты хп получаешь, а другое дело на 35-й. Этого же первого Рошана, да, там забрать как. Так, у нас Battle Fury все-таки на Джиггернауте появляется, тайминги просто бешеные. 15-ая с половиной минута, помимо БФа, это еще и Фейзо и Маскок Мэттенс. Всем бы таких таймингов, про игре, на кэре. Как дурачо тут получил. Ну, дурачо, предыдущая карта, что это просто чудовищно много фарма, 130 крипов, что не на один счет. Магнус Блинк. Может быть, сейчас... Хотя, какой смысл? Не надо пока просто фармить, Торрор Блэйд не готов еще драться с одной-то Яши, ничего не сделает. ДД тут появляется у Гамбит, а вот Гамбит как раз-таки могут сейчас придумать много чего интересного. ДД у Джаггера. Второй Омни. Боттл отдает Джиггернауту. На Рошана побежали, господа, из команды Гамбит. И Рошан падает просто нереально быстро для такой минуты, без каких-либо аур на минус броню. И учитывая, что тут два героя. Полетел санстрайк. Пичин есть. Вроде как Магнус говорит, парни, есть Блинк, а может быть сейчас момент камбэка. Надо, надо, надо. Сайберлайт, мало времени. Не успел. И въехал в стройку. Терекинес получил, ну и умный слэш получает. Ты видите, в чем проблема Магнуса, он не может нормально от Омни слэша уйти. Скивер штука, вроде в ноге. А, слушай, а разве там не раз через раз работает? Ну, сейчас попрыгал идеально. Ну, сейчас попрыгал идеально. Мне просто всегда казалось, что, знаешь, иногда ты просто срываешься с Омни слэша. Там, типа, иногда ты нормально бьешь, иногда нет. Ну, по локе, герой-то остается на карте. Он не как Сэн Кинг, например, исчезает под копом или чем-то подобное. Герой остается все равно. Ну да. Уязвимым. То есть в момент Скивера можно герой остановить им или подстанет, поэтому... Ладно. Пока сработало, будем дальше смотреть. Шторма почти плацтоун. Есть. Манта стайл у Террор Блейда. Тем временем. Разница между Джекернаутом и Белиска, что она прям огромная. Но когда видишь таймер, понимаешь, что да, для такой минуты это критическая цифра. Сэн Кинг с Блиндагером стоит и наблюдает. А башня на топе уже все. Закончилось. Минус-2. Сэн Кинг песочки бармит. Богу напасть на Сэн Кинга сейчас убить. Ну, там надо нападать реально фул со столом. Половина маршрутки? Да, форс. Шторм ворвался, а? Бризм филд. Шторм сайксом. Шторм сайксом, поэтому... Рубик вороть РП? А даггер есть у него? Нет, по-моему, не даггер и не желание, что самое главное. Да, сейчас еще и Омнику тоже подсекят. Но, блин, вроде задумка-то неплохая. Влететь, забайкить скиллы, но... Я не думаю, что они ожидали, что там фул тима будет, понимаешь? Там реально все оказались. Что такое вообще? Стоит типа один чел, а там четыре героя. Ладно, там Террор Блэйда бы не было. Все стоят. Классно, классно. Нормально. Что-то я не понял. А сколько у Террор Блэйда плюс урон в Эмпауэр? Плюс 98, что ли? Как-то что-то... Не, ну просто у него недавно было там плюс 20, наверное, Эмпауэр. Ой, форс, в последнее время вот эти цифры, они такие лакучие. Бывает вообще не показывают. Бывает, рапиру купишь, у тебя ноль урона там, ну, не прибавляет вообще. Причем непонятно, они вообще работают или нет при этом. Сэм пытается телепортироваться, успевает сюда доехать сент-кинг или подожи. Да, да, да. Все правильно говоришь. А, он уже... Я просто думаю, а как он так далеко-то уже... Он даггер там нажал, бит. Может, мне уже померещилось. Не знаю. Вторая карта, форс. Пока рано еще. Я, что самое, мало из дома выхожу в последнее время. Такая-то шторма напали, есть. А Рубик-то с РП, я напомню. Френдли ремайнд, Рубик с РП. Джаггер выходит, он мне знаешь, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Не того. Не того. Куда ж ты прыгаешь, но... А там с Андрома тверд. Ну, надо F9 нажимать вопросик писать. Ну, ты чего? Срочно, срочно. Срочно. Это круто, это круто. Ну, вместо этого, он манерного действия, есть другие. Да, ну хорошо. Вот, атаку, спамить. Ну, в принципе, стройство, это быть ожидаемый был Муфаси, так подумают. Ну, ты нажимаешь Сандер и жмешь ТП. В общем-то, да. А что Рубик еще может делать, кроме как не нажать у Тиммейт и не дать Сандер? Ну, просто, да, не всегда это. Я могу прочитать такой момент. Да, вообще Сандер такая способность, которую можно так выдать, это не какой-то, знаешь, не какой-то дорогой скилл. Там это может перед Рошаном, когда вот прям, знаешь, Рошан заспавнился и две команды стоят там, ждут. Так, типа, блин, как напасть надо, чтобы вот тут Рошана забрать. И ты такой выходишь, Сандер, бам, куда-то там никуда выдаешь. И твой соперник может подумать, ага, у Тиражблэда нет ульты, у нас, типа, небольшое преимущество есть и захотят напасть. А в какой-то повседневной, вот именно в будничной такой ситуации, ну, нажал Сандер, ну, что-то не получил профит-то, да, и как бы бог с ним. Тут обидно просто, что сам Тиражблэйт умер, и Магнуса тоже подрезали. Но вот этот Джаггернаут по-прежнему жив, по-прежнему продолжает качаться, и вот у него тут уже Сэнджин Дьяши наклевывается. А, только она у него уже есть, погоди, у него просто Кура мертва. Ему надо либо Дарреспас бегать, сбросить, или сбросить Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...